Юрий, во-первых, поздравляю с победой, но сразу про травму. В какой момент понял то, что перелом случился? В первом раунде. Ну вот именно когда, не помнишь, что это прям момент? Травмой ударил, это и почувствовал. Но я думал, что не сломал, а еще бил, ну точнее надеялся, что не сломал, сжимать мог. Ну а я еще, блин, да вот видишь, установка такая, я еще до боя думал, если сломаю, по-любому нельзя проигрывать. Буду бить, и пришлось сломно бить, и я вообще не хотел, ну блин, и не хотел, потому что чувствовал, что, блин, ну какая-то, знаешь, внешнее слово такое, говорилось, что хана руке будет, и так и получилось. Я думаю, что это рецидив, да, той старой травмой? Да, 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 скорее всего, не до конца зажило, ну блин, прошло сколько, но все равно, блин. Ну вот учитывая вот этот вот факт, да, то, что со сломанной рукой с первого раунда, доволен своим выступлением? Даже если б не сломал руку, все равно так же было все. Смехалка что-то не в порядке. Я считаю, я должен был лучше выступить, я плохо выступил. Ну, честно скажу, со стороны не казалось, что ты прям сильно устал, вот прям в третьем раунде. Ну, знаешь, ну, по крайней мере, не сильнее, чем соперник, вот так ты скажешь. Я никогда не вижу, как соперник устал, но сам, да, сам охерел. А как ты считаешь, в конце, вот когда там Али упал на колени, там был нокдаун? В третьем раунде? А нет, мне кажется, нет. Я и не видел, на самом деле, как. Я знаю, что в первом, да, я четко попал. А во втором-третьем я вообще не видел у него нокдауна. А отсчитали? Нет. Ну, значит, ну, правильно, значит. Не, судья или кто в ринге, рэфери или судья? Рэфери, вот, рэфери опытный, поэтому. Рэфери не такой, как на этом самом, на Ринтв, который мне за печок в глаз отсчитал нокдаун, блин. Но с лиги Урал-ФСи хочешь продолжать сотрудничество? Да, да. Урал-ФСи по кайфу. На самом деле, я ни в одной лиге не испытываю что-то такое. Я везде, где дрался, везде рад, потому что, если есть где, чему я не рад, но, блин, нигде не будет идеально, везде какой-то тысячок будет, просто есть над чем работать. Поэтому вообще что-то серьезное, это, знаешь, это большая работа. Ну, ты сказал, 4 месяца теперь примерно, да, нужно восстановление, минимум, да. Ну, то есть следующий соперник, это, скорее всего, все-таки Мухаммед Хайбати, да, мы можем подсотировать это? Мухаммед Хайбати, да, почему нет, конечно. Тем более он, да, он некрасиво поступил. Вот, но, блин, если честно, я пытаюсь ненависть нагнать, или как это сказать, накрутить ненависть. Потому что у меня что-то, я говорю себе иногда, какого хера тебя ударили со спины, а ты уже, блин, к этому относишься, как будто ничего не было. Но я не могу долго, знаешь, такое типа злость испытывать. Поэтому я силой нагнетаю. Потому что, типа, он же поступил некрасиво, надо быть злым. Ну, вот с точки зрения навыков, насколько Мухаммед, на твой взгляд, сильнее, там, или в чем-то слабее, чем Али? Ну, блин, ну, опыт, это вот... Он легче. Да ничего, Игошик. Я к тому, что это не особо сыграет. Он легче, он свободней. То есть... И плюс я свои косяки видел. Я знал, что Али будет уклоняться в сторону. Я даже нарабатывал удары сбоку-снизу. Сколько я ударил, сколько раз я промокнулся. Короче, блин, я с собой максимально недоволен. Хоть и выиграл, но я считаю, здесь с божьей помощью выиграл, потому что... Тупость в голове у меня. То есть надо думать во время боя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.